Здравствуйте! Вы смотрите программу «Гость студии». Сегодня мы пригласили директора Государственного музыкального колледжа Игоря Тулейко. Здравствуйте, Игорь Иванович! Добрый день! Игорь Иванович, за 45 лет истории музыкальный колледж дал путевку в жизнь не одной сотне музыкантов. Какова численность учащихся сегодня? Ну, вы правильно сказали, 45 лет нам будет 29 мая этого года. И за вот этот небольшой промежуток, как я считаю, выпущено 2600 с лишним выпускников. В принципе, эта цифра небольшая. Некоторые учебные заведения и даже нашего региона выпускают, может быть, в год столько количества выпускников, такое количество выпускников, но я считаю, что наша профессия, наша специальность, она сложная. И, возможно, мы товар штучный, поэтому такое количество. А по каким специальностям вы готовите? На данный момент мы имеем лицензию по четырем специальностям. Это инструментальное исполнительство. Ну, если подробнее остановиться, это те музыкальные инструменты, которые мы видим с экранов телевизоров. Это и скрипка, и баян, и струнные народные инструменты, и струнные инструменты в виде скрипки, духовые инструменты. То есть, вот таково направление этой специальности. Музыкально-теоретические предметы — это учителя теории музыки, сольфеджио. Ну, если сравнивать с точными науками, то, пожалуй, в музыке это самая точная наука, которая изучает музыкальную грамоту и всё остальное. Да, как математика в точных науках, совершенно верно. Хоровые дисциплины, хоровое дирижирование. Хоровое дирижирование имеет, преподаем мы по двум направлениям, это народный хор и академический хор. Ну, два направления, но они востребованы, и выпускники данной специальности, они, в принципе, даже востребование на уровне, вернее, не только выпускники, а учащиеся старших курсов уже пытаются работать, и в этом плане они востребованы. И новая специальность, которую мы недавно открыли, считаю, что колледж должен развиваться, и в этом плане, и в этом направлении тоже. В направлении открытия новых специальностей, реагировать на рынок образовательных услуг. И это специальность искусства эстрады. И в отличие от... чем нас отличает от других колледжей в этом направлении, то, что у нас открыто и вокальное направление, и инструментальная музыка. То есть солисты-инструменталисты и солисты вокального профиля, вокального жанра, направления. Вот. Это даёт уникальную возможность получить нам, нашим выпускникам, вот такую практику живого общения. Вы отслеживаете дальнейшую жизнь своих выпускников? Вот кто, где, как устраивается, есть ли распределение? Ну, конечно. Ну, наверное, как ни одна профессия, мы гордимся своими выпускниками. И, в принципе, даже неважно, на каком уровне, значит, в какой профессии, по какой профессии они работают. Вот. Среди наших выпускников и знаменитые люди, и не только в Белоруссии. Такие, как, например, Вячеслав Кузнецов, это профессор Академии музыки. И недавно состоялась его премьера балета «Витовт». Это, значит, им была написана музыка, член Союза композиторов. Очень простой человек. И часто откликается на наши просьбы пообщаться со студентами. Это мы очень ценим. Ну, из, например, из вот выпускников ближайших, как я говорил, это, например, Сергей Мурычин сегодня. Это солист Большого оперного театра. Он кларнетист. Буквально недавно я узнал о том, что они вот сейчас на гастролях в Южной Америке. Ну, и многие другие преподаватели Академии музыки, там, Татьяна Голубь, солист Минской филармонии, Белорусская государственная филармония Игорь Квашевич. Ну, и просто учителя, просто руководители маленьких народных или ненародных коллективов. Продолжая тему выпускников и поступления, в последние годы в средних специальных учебных заведениях во время вступительной кампании наблюдается недобор. Вот скажите, у вас есть ли такая проблема, и как вы ее решаете? Ну, проблема недобора, она, в общем-то, не только наша, а проблема всех учебных заведений, высших и средних специальных, и профессионально-технических учебных заведений. Вот, ну, я считаю, что здесь, в этом вопросе, важно, вот, постановка вопроса и организация, вот, понимание этой проблемы. Потому что, когда энное количество лет я поступал в учебное заведение, в котором я работаю, был конкурс, там, 5-7 человек на место. Вот, и педагогическому составу практически, ну, какая работа? Ну, может быть, консультации, какие-то дни открытых дверей. Вот, и этим ограничивалась работа с абитуриентом. Ну, на данном этапе, то есть, вот сегодня мы понимаем, что демография не очень. Мы понимаем, что конкуренция на рынке образовательных услуг, она очень серьезная. Да, и выпускник школы, или музыкальной школы, или общеобразовательной школы, он ориентируется на какие-то потребности, его личные потребности. Вот, поэтому за абитуриентом нужно бороться. Что мы, собственно, делаем? Какими способами? Мы, начиная уже вот с сентября месяца, то есть, этот процесс начинается вот прямо с сентября. С планирования, наши преподаватели, наш контингент — это музыкальные выпускники музыкальных школ в основном, это солисты каких-то коллективов, что касается эстрады, например, или народного пения. Вот с сентября месяца уже мы, скажем так, промониторили ряд музыкальных школ, ряд коллективов, и мы примерно уже знаем, можем прогнозировать наш набор на следующий год. Что касается, допустим, прошлых лет, то были определенные трудности, но мы справлялись, и это заслуга коллектива, это заслуга, вот, наверное, постановки, это вот важности, осознание важности этого вопроса. И средний конкурс, как бы по прошлому году у нас конкурса не было, но набрали мы 100%. Какие специальности наиболее востребованы? Наверное, новые, эстрадные. Знаете, вот, наверное, специфика нашей профессии, профессии музыканта, она такова, что, ну, получается, что в один год абитуриентов, пианистов, классных пианистов, вот, больше, и, ну, вот, больше пианистов. Сегодня мы открыли новую специальность, например, эстрадное пение, и ожидали, что вот многие хотят стать вот классными певцами, и вот знания, необходимые для этого, вот мы можем дать. Вот, и в один год, помню, конкурс был там чуть ли не там 4 человека на место, а позапрошлый год, ну, в общем-то, нет. Вот конкурса вообще не было никакого на эстрадное пение, потому что угадать вот эту ситуацию тяжело. Ну, понятно, что, наверное, ближе, ближе эстрада, и ближе мы, тут еще тот фактор, что мы пробуем увеличивать, незначительно, но пробуем увеличивать набор на специальности, которые более востребованы, больше востребованы эстрадами, к примеру. Вот, дети больше хотят, например, исполнять на классических инструментах, таких как труба, например, или саксофон, но в эстрадной манере. Вот, вот появляются такие. Вот, естественно, небольшой отток от инструментального исполнительства, то есть академическая манера исполнения на этих инструментах и приток на другие специальности, эстрадная манера исполнения. Ну, я считаю, что это естественный процесс. Спасибо, что остаетесь с нами. На телеканале Интекс мы продолжаем беседу с директором Государственного музыкального колледжа Игорем Тулейко. Игорь Иванович, продолжая разговор о привлечении учащихся немаловажную роль играет и жилищный вопрос. Ноября 2012-го у вас было открыто, было открыто общежитие. Насколько оно удовлетворяет спрос? Действительно, в прошлом году состоялось событие. 7 ноября мы открыли при участии губернатора наше общежитие. Напомню о том, что, в общем-то, долгое время у нас не было общежития, точнее, 40 с лишним лет, 44 года, если быть точным. Дети жили на квартирах, поэтому это действительно для нас было событие. Насколько востребовано, насколько изменились условия, бытовые условия наших участий, да, они изменились в лучшую сторону, общежитие функционирует. На прошлый год у нас было 92 заявления на заселение в общежитие, 72 заявления мы удовлетворили. То есть определенная часть, она по-прежнему проживает на квартирах. Но я считаю, что опыт прошлого года, он показал то, что можно воспользоваться наличием общежития и воспитательных целей в том числе. Мы с администрацией продумали такой вопрос, что, в общем-то, я считаю, что это правильно, что в общежитии должны проживать в общем-то самые лучшие. Это раз. И второе, все учащиеся первого курса. Основание этому то, что, понятно, наш контингент это малонаселенные города или ребята из деревень, которые приехали в большой город, пытаются освоить сложную профессию. И им, конечно, нужна определенная среда для того, чтобы адаптироваться. И вот среда общежития — это балл заселения в общежитие, например, 2-го, 3-го, 4-го курса был выше 7. То есть практически отличники живут 2-го, 3-го, 4-го курса и все 1-го курса. То есть вот такая, я считаю, благоприятная среда для того, чтобы спросить у соседа по комнате какие-то ответы на какие-то непонятные вопросы. Просто проконсультироваться в каких-то бытовых вопросах. Ну и, конечно же, стимул для хорошего учения. И стимул, конечно, да. И то, что сегодня общежитие в практически идеальном состоянии, то есть вот прошло больше года, и вы нигде не увидите там обшарпанных стен или каких-то последствий пребывания там учащихся. Это говорит о том, что мы не только еще предоставляем какое-то место для жилья, обеспечиваем условия, а еще и воспитываем детей, учим их беречь и учим их просто быть интеллигентными и воспитанными учащимися, и потом впоследствии учителями, солистами. Вы заговорили о высоких баллах, ну и, соответственно, те, кто хорошо учится, имеют хорошую стипендию. Вот расскажите, самая высокая стипендия и как надо учиться? Ну, в этом вопросе мы со всеми учебными заведениями, высшими, средними, специальными, находимся в одном правовом поле. Это, в общем-то, одна стипендия. Это, то есть, те, кто получает, те, кто имеет ниже 6 баллов, такие дети не получают стипендии. Исключение социальное. То есть, здесь вопрос продумал о том, что если учащийся имеет какой-то недостаточный доход, родители учащихся, недостаточный доход для проживания, вот, значит, вот получают стипендию в районе 300 тысяч. Минимальная стипендия — это 408 тысяч, и повышенная стипендия — 600, больше 600. Плюс к тому мы имеем фонд, который мы можем еще поднять на определенное количество денежных знаков стипендию. Ну, это незначительно, конечно, но стимул такой вот для хорошей учебы, для активного, активной деятельности учащихся, вот стимул для этого у воспитательных служб. Ваших учащихся можно увидеть на городских мероприятиях, а также различных конкурсах. Какие награды были привнесены в копилку за 2013 год? Пожалуй, наиболее значимые — это, ну, естественно, лауреатские звания какие-то, то есть награды высшей пробы. Таких наград было 14 в прошлом году. Вот, это и, например, эстрадный оркестр наш, значит, активно, в общем, занимается концертной деятельностью, участием в различных фестивалях. «Пружанский блюз» — это областное мероприятие наше, на котором, в принципе, руководитель Павел Воронин и учащиеся преподаватели, участники джаза нашего оркестра, который называется «Джаз Пати», вот, они заняли награду наивысшего образца. Также посчастливилось нам участвовать в международных конкурсах наиболее интересное — это проект российско-белорусский в рамках союзного государства, народный хор во главе с Татьяной Бессилко, ездили на международный конкурс в Санкт-Петербург, где тоже стали лауреатами второй степени своей номинации. Это, безусловно, поездка в Италию, где участницы академического хора там заняли призовое место. Ну, Италия — это как бы мекка вокального искусства, и Барановичский музыкальный колледж в нем как-то вот занял свою нишу. Это очень прельщает, и, значит, вот присутствие этого всего говорит о том, что вот уровень, образовательный уровень и жизнь вообще, интересная жизнь в нашем колледже, она вот как-то вот кипит, есть, да. А какие планы на 2014-й? Наша, скорее всего, что конкурсная программа, она начнется с конкурсов не наших, а конкурсов наших будущих абитуриентов. Вот, и ежегодный конкурс «Крыничка», который состоится в марте месяце, в марте-апреле месяце, вот, он будет, в общем-то, для их. Кроме того, в этом году мы продумали конкурс для эстрадных, для детей, которые любят заниматься эстрадным пением, эстрадной музыкой, вот, будет конкурс для них, вот, для любителей. Я думаю, что, ну, это будет зависеть также от, ну, скажем так, для того, чтобы выехать на конкурс, мы проводим достаточно серьезное прослушивание и насколько будут готовы, ну, по крайней мере, мы рассчитываем на не менее, скажем так, урожайный год. Хочется пожелать вам удачи, и чтобы все сбылось. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был директор Государственного музыкального колледжа Игорь Тулейко. Всего вам самого доброго, до свидания. Спасибо, что разделили этот вечер с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова